Так говори же открыто то, что тебе повелевается, и отвернись от многобожников. Истинно, нас достаточно тебе против тех, которые насмешаствуют. Пророк Мухаммад рассказывал людям о безграничном могуществе и знамениях безупречного творения жизни, которые окружали людей повсюду. Рассказывал им о единстве Аллаха, Владыки и Творца всех миров, которому нет подобных, и то, что Аллах является повелителем всего сущего в мире. Скажи, подумайте, если Аллах сделает ночь над вами, нескончаемый до дня воскресения, то какой бы Бог, кроме Аллаха, смог бы принести вам свет? Ужель не разумеете вы? Скажи, подумайте, если Аллах сделает день над вами, нескончаемым до дня воскресения, то какой бы Бог, кроме Аллаха, смог принести вам ночь для отдохновения? Ужель опять не видите вы? Пророк Мухаммад призывал людей Писания уверовать в единого Господа, не предавая Ему равных. Пророк Мухаммад, да пребудет над ним мир и благословение Всевышнего, особо наставлял людей не предавать Аллаху равных, не ввергать себя в величайшую ересь Ширка. Напоминая им, что Аллах един и все сущее в мире есть лишь Его творение, пророк наш рассказывал людям эти истины и предупреждал их от тех заблуждений, в которые ввергали себя многобожники. Коран так гласит об этом. Скажи, я поистине взываю к своему Господу и никого и ничего не предаю Ему в равные. Наш пророк предупреждал людей в своих изречениях, дабы оберегали они себя от ереси Ширка, тяжелейшего из грехов перед Аллахом. Самый великий грех – предавать Аллаху равных, тогда как Он сотворил тебя. Пророк наш Мухаммад разъяснял людям, что Коран является божественным откровением, неспосланным Аллахом. Во все времена, так же как и во времена пророка Мухаммада, существовали люди, которые отвергали божественную сущность Корана и не принимали его откровением Аллаха. Более того, утверждали даже, что Коран был написан самим пророком, да пребудет над ним мир и благословение Всевышнего. Тогда как ошибочность таких рассуждений и греховность обвинений была очевидна. Коран есть откровение Аллаха, ибо он содержит в себе неповторимую мудрость и знания, которых люди не смогут достичь. Пророк наш напоминал об этом людям, разъясняя им, что Коран является откровением, неспосланным Всевышним Господом. Эта истина так описывается в Коране. Скажи, неспослал его тот, кто знает тайное в небесах и на земле. Поистине он прощающий, милосерд. Те же, кто утверждают, что Коран написан кем-либо из людей, невежественны, ибо не знают о множестве удивительных феноменов, сокрытых в Коране, и неповторимой божественной мудрости этого откровения Аллаха. Пророк наш, обращаясь к своему народу, так говорил им об этой истине. Скажи, когда бы собрались вместе все люди и джинны, чтобы создать что-либо подобное Корану, и даже если одни из них были бы поддержкой другим, то не смогли бы они создать и подобие его? Один из хадисов пророка Мухаммада содержит такое повеление верующим. Коран — слово всемилостивого Всевышнего Аллаха. Так что возвеличивай, почитай его, воздерживаясь от того, что сделал запретным твой Господь, обладатель Корана. Пророк наш нес людям важнейшее знание. Коран — главное наставление, ведущее людей к прямому пути. Хадисы пророка гласят нам. Кто будет следовать Корану, того он приведет в рай. Того же, кто оставит его позади, ввергнет он в ад. Пророк Мухаммад напоминал людям о смерти. Смерть — величайшая из страхов для многих из людей. Большая часть людей полагает, что смерть — это исчезновение в небытии. Они не ведают об истине подлинной, вечной жизни, а потому страстно и жадно привязываются к этому брянному миру. Ведь они полагают, что со смертью они теряют все, а потому не хотят даже допускать к себе мысли о смерти. Тогда как смерть придет за каждым из людей в точно установленный час, который предопределен ему Всевышним Господом. Никто не властен задержать или ускорить ее приход. Она придет тогда, когда повелит Аллах. Пророк наш, да пребудет над ним милость и благословение Всевышнего, напоминал людям эту истину смерти и наставлял их размышлять и готовиться через совершенствование своего духа к своей будущей обители вечной жизни. Те, кто более всего вспоминают о смерти, те самым лучшим образом будут готовы к ней, прежде чем она придет к ним. Это они разумеющие. Призывы, которые пророк Мухаммад обращал к людям Писания Пророк Мухаммад всегда призывал уверовать в последнее откровение Единого Аллаха и людей Писания, иудеев и христиан, но никогда не прибегал к принуждению, обращаясь к ним лишь с искренним и благим призывом. Он предоставил людям Писания полную свободу исполнения своих религиозных предписаний и поклонений, свободу следования всем их обычаям и традициям. Кроме того, он повелел и мусульманам относиться к людям Писания с непреклонной справедливостью и уважением. Приведем один из хадисов нашего пророка. «Кто окажет несправедливость к Зимми, не мусульманину, тому я буду истцом. Кому я буду истцом в этом мире, тому буду я истцом и в день воскресения». Тексты всех договоров и соглашений, заключенных во время пророка Мухаммада и его последователей с христианскими, иудейскими и иными общинами, и сегодня сохраняются как совершенные образцы веротерпимости и взаимоуважения народов. Примечательное положение соглашения, заключенного с племенем христианина Аль-Хариса Ибн Каба. «Вера, церкви, души, честь и имущество всех христиан и у нас есть такие старые деньги, которые были в кристаллении, и уacco-честь и имущество всех христиан, и укрепляет всем, укрепляет всем, укрепляет всем. И укрепляет всем. Что? Что-то? Что? 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 Продолжение следует...